Пу-то, кажется, ца, пу-то, кажется. Всем привет, меня зовут Миша, и да, это влог из Дубая, который начинается прямо си... Ну, нет, он вообще не сейчас начинается, а получается завтра, потому что завтра вылетает. Ну, по большому счету сейчас, так что... Так, я первый раз в Дьютифри. Дьютифри, как вы знаете, славится своими дешевыми ценами, типа без налога. И номером сейн, сейчас будем смотреть, так ли это. На самом деле, не верится вообще, потому что я ни разу не был за границей, и я абсолютно не представляю, как это может быть вообще. Пачка чипсов Лейс средняя с солью, 2 евро, 150 рублей. Хм, попахивает на ебану. Есть еще несколько но, которые могут попрепятствовать моему поездке за границу. Давайте попробуем найти здесь водичку. О, матрешки. Так, сколько же стоит вода? Ваши ставки. Нет цены. Какие-то вот батончики, там яйца, киндер, сникерсы, там милкисы всякие прикольные, ментас какой-то странный очень, вот, биг дилда чупа-чупсы, конечно же, вот еще какие-то пакеты. Пройдя дьюти-фри, я понял, что это все неправда. Я в полнейшем шоке вообще, что так все вышло, что мы летим в Дубай, в Дубай, нахуй! Это же Дубай, это же, сука, Дубай! Я в Дубай? Я? Я в Дубай? Нет. Вот, кажется, цапок, кажется. Один из перелетов будет длиться 6 часов почти, что это вообще ад. Это, Васечка, я тебе так хочу сказать, это вообще ни разу не мед. Поэтому сейчас я делаю вот так вот, ляпс, колбасочка сюда, ляпс, и наслаждаемся дешевыми продуктами, пока мы не попали в Дубай. Так, ну что, ребятки, вот мы и в Минске. Поздравьте меня, половину пути я преодолел. Вы пока можете полюбоваться минскими красотами. По струнам души, как безумно, иногда не увидишь меня даже под самым крупным зумом. Сейчас я, короче, думаю погулять по Минску около часа, да, поискать здесь просто Леру. Мы могли бы стать парой. Ну, а после этого отправлюсь обратно в аэропорт и... Я просто бы хотела курить остатки Винстона И чувствовать, как трогаешь слеж шлейки на ключицах. Я не может, мы даже сможем все еще стать с тобой ближе, Пока тебя несет ко мне этот дождь. Я жму на громкость, чтобы больше не слышать. Кричали провода и звали домой. Чуть-чуть, но не навалил штаны только что. Подхожу я, меня проверяют уже 2 минуты, 3, 4... Подойдите, говорит, этот вот 4 часа назад прибыл, надо проверить его. Пизда, думаю, все, налетался. Говорю, все у меня нормально? Этот чел такой поворачивается на меня, пограничник. Да, все нормально. Думаю, все пиздец, все точно не нормально. Короче, подошел какой-то следователь, повел меня в отдельную комнату и... Спрашивал, типа, задавал всякие общие вопросы. Я думал, они там решили, что я преступник какой-то или что. Я не понимаю вообще, почему именно меня, блядь, почему именно меня? И он сказал, что это из-за того, что у меня первая отметка в загранпаспорте. И, типа, всегда так. В следующий раз, типа, не буду допрашивать. Ребята, я дрен батон. Я в мате в Дубае. Короче, на самом деле это не все. И сейчас есть еще одно кое-что интересное, что произойдет. Мы не виделись с моим корешем 5 лет. Вот, и сейчас он приедет в Дубай. Вот, и я его вижу. Такие дела. Я, конечно, извиняюсь, но я в ахуе. Это риск. Чуваки, я не знаю, что вам сказать. Вон Бурж-Калифа торчит. Ребят, ну это, это разъеб. Друг, про которого я рассказывал, Макс. Мы не виделись 5 лет, да, чтобы вы понимали. Приезжает Макс в ту же минуту, как я. И я говорю, Макс, где ты? Я вот тут стою за стеной от тебя. Ты, типа, багаж сейчас получишь, и вот я уже стою. Да не, говорит, нас тут встречают. Я боюсь, что мы автобус просрем. Так что мы сразу поедем. Да ты что, говорю, дебил? Нас, блядь, ну, я тут рядом стою. Давай, заходи, поздороваемся и поедешь. Не-не, Мих, боюсь, автобус просеру. О, смотрите, какие вот две кукурузки. Вот это Вася Тауэр. Да, это иллюзия. Я реально, я сейчас просто проснусь в своей кровати обоссану и все. Ребята, вы просто посмотрите на эту красотищу. Не, я реально в шоке. Эти эмоции просто нужно с кем-то разделять. Это настолько круто, что я прям передать не могу словами. Я не знаю, тут красота во всем. Просто в каждом элементе. Да посмотрите просто, какие аккуратные здесь газоны. Смотрите, да, бой. Какая красивая кожа здесь. Найс. У меня сейчас солнце превратит в жареную котлету. Нужно быстрее, быстрее, срочно найти Макдональдс. Сесть там и пить холодную Кока-Колу. Сейчас иду, пытаюсь найти, короче, какой-нибудь маркет, чтобы поесть. На телефоне места не останется через два часа буквально. Потому что я снимать буду каждый фрагмент. Кстати, если у кого-то остался вопрос, где же Артем, да? Артем с Дианой приедут сегодня вечером чуть позже. Да, мы решили тут всю флейву, короче, нашу собрать. Артем с Дианой приедут чуть позже. То есть вышло так, что приедут они в два часа ночи. Ребята, ребята, вот она, вот она. Сейчас, 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 сюда ее. О, look at that. Это просто, у вас, beautiful. Опачки. Сюда этот номерочек. Чикс записали. Сейчас идем и ищем мой отель. Если я не ошибаюсь, вот это он. Но это не точно. Возможно, и где-нибудь здесь. Ну, это если меня не заселят. Жарко, конечно, капец. Давайте, сейчас, быстренький переход, и я покажу вам рум-тур. Ну, вот мы и в моем номере. Добро пожаловать, дамы и господа. Итак, давайте начнем с комнаты. Комната выглядит вот так. Я вот уже свое барахло там раскидал. Кровать меня устраивает, king size. Телефончик тут, а сразу подошел такой, хуё-моё, набрал. Секретаршей попиздел. Нормально, не скучно спать. Телепуктер. Посмотрел там мультиков всяких. Это, в общем, штубочка. Это вот сиделка какая-то непонятная. Ну, там какая-то хуя торчит неизведанная. Ну, ладно. Вот, кстати, туалет. Вот такой вот, вот такой вот, Вася, туалетикс. Бам, сюда заходишь, такой поправился, Вася. Опять взял телефон, если скучно позвонил, попиздел. Нормально, тут фер, умывалка. Думаю, дай-ка я умоюсь с дорожки длинной. Приятно так умыться, знаете, лицо освежить. Умылся. И беру вот это полотенечко, я вытираю лицо. И потом понимаю, что это, сука, полотенце для жопы. Приготовьтесь, вы готовы? Вы готовы вид увидеть? Вид это просто пушечка, пушечка. Бам. Вот это, Вася, я понимаю. Видончик. Так-то, Вася, а теперь главное в этой комнате. Хуякс. Дверь. Вы спросите, что же это за дверь? Наверное, она куда-то ведет. А вот нет. И ключа у меня нет. Чуваки, я не знаю, что это за дверь, блядь. Мне страшно. Прикиньте, ты лежишь вот так ночью. И из этой двери выходит какой-то тип, блядь, просто, и смотрит на тебя. Это очень жутко. Так, в целом, все очень круто, мне все нравится вообще. Только что позвонила какая-то, не знаю, горничная или кто это. Я отвечаю, говорю, hello. Она говорит, hello, номер понравился, окей? Говорю, да. Какая-то здесь шняшка какая-то приклеена. Какие-то пасхалочки нахожу постоянно. Я начинаю переживать. Под кроватью никого нет. Ну и на этом спасибо. Ну, неплохой виточек, неплохой. Попытка встретить Макса номер два. Такая разбалованная скотина, это ж надо. Залезла в самую дорогую жерлу какую-то. Женщина не в духе. Ориентир следующий. Некая большая субстанция с огромным шаром в районе живота и огромной бородой. Не видите? Я тоже не вижу. Вот идет, сука, русо-туристов. Какая походочка. Где мамон? Не может понять тебя. А вот, кстати, Максим. Здравствуйте. Мы уже поели бургеры этого, да, Макс? Да, хорошие были вкусные. Биг-тейстик. Вот там и ходи. Первый день официально закончен. Это был очень насыщенный день. Набережная просто, Вася, шикарная. Она шикарная. Вы представьте, я был настолько под впечатлением, что я сегодня не спал всю ночь вообще. И после этого мне не хотелось спать. Купил себе местных сладостей здесь. Половиночку уже прихомячил. Песня. Тут, как везде, нужно не покупаться на цены для туристов. Потому что есть как бы магазины, рассчитанные которые на туристов, которые не думают головой и берут все подряд. Есть магазины, которые рассчитаны на местных жить. И вот в этих магазинах гораздо все дешевле и по себестоимости. Ну а на сегодня все. Завтра, следующий день. Следующий. Hi. 11 этих. GearHarm процентов. Хорошо. Так я ничего не заряжу на них. Не, зарядишь. Дай, Лиша зарядиться. Все, на 11 процентов. Сколько у тебя там? 20. Ну давайте зайдем, снимем пауэрбанк. Как шлюху. Да, я вижу пауэрбанк. Джах Калиба вот это. Тебе как у Джах Калиба. Это вот там Джах Калиб живет. Песни пишут свой там. А ты специально надеялся как, типа ты местный? Тогда еще наголый платок бы сделал. Как шейх Зейден. И фигура от Боттега. Ну это. Она всегда неправда. Даже когда растет. Фигура от Боттега. Так что она всегда заметна отдельно от всех, кто делает. Увините. Я中ка сейчасistä. Hangон. Тебе. Спасибо. До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok